Духовное училище У них очень глубоких людей, которые по-настоящему от себя, буквально от сердца, из самой глубины, несут вот эти знания, вот это свое понимание, видение мира, они умеют зажечь тех, кто пришел, которым это не дано было с самого начала. Я во всем согласна своим мужем, это было прекрасно, это годы обучения, это было большое счастье, большая радость. Спасибо всем, кто нам помог. Господу слава! Благодарение Твоему благотробию, Твоих благодеяний, на рабе Твоих, братре и юани, где начальствующих, учащих и учащихся бывших, ныне смиренно приносящие ко Господу, владыку и владетелю славе, хвален, воен и влечаем. Я инженер, у нас маленькое предприятие, мы занимаемся совершенно такими далекими от духовных вещей вопросами. Железо, металл, кузница. Здесь это совсем другое, это наше семейное развитие. Есть потребность в том, чтобы кроме материальных вещей найти себя, реализовать. Диплом об окончании Минского духовного училища вручается Петрушенко Оксане Игоревне, вместе с благодарностью за примерную учебу и поведение. Диплом вручается Лешкевичу Алексею Ивановичу. Диплом о духовном образовании вручается Давиденко Ивану Анатольевичу. Я выцерковал нас с самого детства, поэтому мне всегда было интересно направление церковной тематики, развития качества не только как прихожанина, но как и человека, обладающего знаниями о том, что происходит в самой церкви. Диплом дорогие отец Иоанн, духовник, наставники, которые преподают в духовном училище, просьба и пожелание, чтобы вы, готовясь к следующему учебному году, обращали внимание на то, чтобы не только сообщать хорошее, важное знание именно по учебным предметам, на месте с тем, чтобы сообща с учащимися заботиться и о духовном росте каждого из нас. Люди по тому тянутся всегда узнать что-то новое, особенно духовное, потому что этого требует душа. Душа наша всегда ищет Христа, Спасителя, ищет утешение. И утешение это можно получить в церкви. А всегда самая такая драгоценная вера, это осознанная вера, когда мы понимаем особенности богослужения, чтения, пения, богословия. И тогда наша вера, она более крепкая, она осознанная, и ничто ее не может поколебать. Поэтому люди разных возрастов приходят. Катехизаторское отделение, оно достаточно большое, там более такие уже взрослые люди, которые после работы приходят три раза в неделю. Звонари тоже разные возраста, начиная от мала до велика, там видели сегодня, даже школьники есть. Экскурсоводы, те, кто будет проводить экскурсии по святым местам в Белоруссию, профессионально. И пели сегодня наши учащиеся, это все в основном молодые люди, вот такой большой хор. Поэтому, слава Богу, мы очень рады, что люди идут, что люди хотят получить эти знания. Мы благодарны за это. Благодаря Благословите, отец вам дорогой, директор училища, преподаватели, дорогие мои, низкий вам поклон. Вот мы как радовались сейчас, сколько много людей получили дипломы. Сколько много людей, и причем с какой радостью они сейчас, вот чувствовалось, что семья образовалась. Это огромное счастье. Если бы преподавание было неинтересное, ну кто бы пошел в такое учебное заведение. С какой радостью каждый год приходят и приходят люди. Я вот отцу Иоанну говорю, в любое время года, какое бы мероприятие ни было, хор училища блестяще звучит. Потому что уровень, конечно, преподавания тут великолепный. В любое время, когда они придешь в воскресную школу, там поют, во всех углах поют. Это такое праздничное настроение, постоянное. И пойте, пойте громче. Если даже кто-то замечание делает, вы скажете, настоящий сказал, петь еще громче, чтобы действительно все сопереживали этому пению, тому, чему вы учитесь. С праздником всех поздравляю, с вашим знаменательным событием. Пусть всегда вот эти улыбки ваши, которые, как вы получали, и сейчас стоите, чтобы они всегда были с вами. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи.